Котики мои, всем привет! Меня зовут Аня и добро пожаловать на мой канал! Мы продолжаем играть в нашу любимую мобильную аватарию. Сегодня я собираюсь снимать проверку отношений на верность. Ко мне обратилась Эвелина с просьбой помочь проверить её вторую половинку. Давайте же сразу приступим к истории. Привет! Я Эвелина, мне 14 лет, живу в Челябинске. Играю в мобильную аватарию примерно год. Как и многие здесь девочки, я захотела найти себе парня. Познакомилась с Эльдаром на событии «Ищу девушку». Да, банально, но он выбрал меня, и мы начали встречаться. Сначала было непривычно, но со временем мы узнали друг друга больше. Знакомы с февраля. На первое время я не чувствовала, что он мой парень. Больше друг. Ну это понятно, то, что сначала как вот можно события «Ищу девушку» или «Ищу парня» быстро так вот влюбиться. Конечно же, вы начнёте сперва общаться, узнавать друг друга больше. С самого начала наших отношений он просит у меня подарки. На любой праздник спрашивает «А что ты мне подаришь?» Такие вопросы ставят меня в тупик и приходится отшучиваться. Я представляю, такие вопросы меня бы поставили в тупик, если бы парень написал «Какой подарок ты подготовила мне на Новый год?» В итоге покупаю ему разные подарки из мастерской или отдаю свои сундукам. А на свой день рождения он вообще заявил, что из мастерской я дарила ему на 23 февраля, а тут день рождения, и надо подороже. В итоге подарила ему умника, но мне он тоже дарил подарки на праздники. Это стало у нас традицией по его инициативе. Какие-то отношения ради подарков. У меня сложилось такое впечатление, что они вдвоем встречаются из-за подарков, что он дарит ей, что она дарит ему. На Пасху я ему не подарила подарок, и он обиделся на меня. В итоге мы, конечно, помирились, но с каким-то скандалом. Я хочу проверить его, останется ли он со мной, если я не смогу ему временно дарить подарки, и буду вынуждена уехать на две недели в деревню. Мы с вами по стандарту поменяем сейчас них, назову себя детективом. Сегодня я буду выводить парня на чистую воду, и вообще собираюсь снимать целый день, так что ролик, скорее всего, выйдет на другой день. Ну, то есть я собираюсь с ним встретиться вот сейчас утром, когда они пересекутся. Потом уже вечером постараюсь провести с ним день, поснимать, походить по событиям, втереться, как это сказал бы Филипп, в доверие. И уже под вечер предложить ему встречаться, а может быть он даже сам это предложит, пока неизвестно, как карты лягут. Знаю только, чем буду его заманивать. Друзья, я крутила пиньят, мне выпал зайчик, мне выпало много мебели, и сегодня я буду привлекать этого мальчика новой мебелью, а также новым зайцем. Я также вам его покажу, и вы просто офигеете, какой же он прикольный. Может быть мы с вами его разыграем, если хотите. Я его не отдам этому парню, не надейтесь. Мой образ готов, осталось только построить комнату, заранее ее построим. И буду ждать, когда мне пришлет скрин и девочка с их встречи. Она договорилась встретиться с Эльдаром минут через 10, его пока что нет в сети, как она написала. Встреча состоится в салоне красоты, я тоже там буду присутствовать, подойду, когда у них будет где-то серединка разговора. И начну наблюдать, так же как только она уйдет от него, я начну к нему приставать. Ну как приставать, хочу поинтересоваться, какая внешность мне подойдет, возможно спрошу совета. Все-таки салон красоты, и есть о чем поговорить, обсудить какие-нибудь модные тенденции. Да и мне пора уже прическу поменять, вы же знаете какой у меня под париком куст, я даже не знаю, как этот парик налез на мои волосы. Ребята, Велина уже встретилась со своим молодым человеком, она присылает мне первый скрин из салона красоты приветик, как дела? Майонезный у нас Эльдар. Хай, Нормик, а что за срочность, почему позвала так рано? Я, короче, уезжаю на две недели в деревню, хотела перед поездкой подарить тебе презент. Заходить не смогу. Майонезный отвечает, ты же вернешься, не грусти поэтому, вернусь, но у меня плохая новость есть. Какая еще плохая новость, спрашивает Эльдар. И Велина отвечает, что у нее в семье проблемы с деньгами, и на карманы не будут давать до осени, я не смогу подарками обмениваться с тобой. Ну, кстати, Майонезный позитивно отвечает, но что поделать, я тебя буду радовать. Пообещал ее радовать подарками, ничего не сказал, типа, ты мне не будешь дарить подарки, да как так? И я тогда тебе больше ничего не подарю, поняла меня? Мне будет неловко принимать, отвечает Велина. Забей, как приедешь, выйдешь за меня замуж. Он делает ей сейчас предложение? Подождите, серьезно? Он делает ей предложение? Ого, я не ожидала. Конечно. Боже, я сейчас закричу. Он делает ей сейчас предложение, параллельно. Вот в прямом эфире он делает ей предложение. Это так мило, ребят. Будет мотивация вернуться в игру. А, это так он ее как бы подбадривает то, что вот не унывай, уезжаешь на две недели, но как вернешься, я тебя буду ждать здесь и на свадьбу. Не то слово. Я очень рада сейчас. И еще не уехала, а уже хочу вернуться домой. Кстати, она никуда и не уезжает. И вот если он пройдет проверку, то ему и не придется даже ждать две недели. У них будет свадьба хоть сегодня, хоть завтра. Сейчас надо к ним подойти в салон красоты, присесть на диванчик и продолжать наблюдать. Майонез напишет, отдохни там. С подами что-нибудь придумаем. Ну, все-таки не забыл про подарки, упомянул почему-то подарки, не знаю зачем, для чего, что можно придумать. Сказал же тебе, проблемы с деньгами, подарки пока не может, зачем тогда вот давить на человека, еще и намекать на что-то, на какие-то там раздумья. Спасибо, уже скучаю. Я тоже. Ну что, ребят, они уже заканчивают общаться. Я сижу, жду, как только Эвелина уйдет. Она уйдет вообще из игры. Мы будем ее прятать вечером, потому что я надеюсь, что мальчик согласится со мной поиграть, погулять, походить по событиям. Я потом договорюсь с ним по почте уже встретиться, у меня оценить новую комнату. Так, Эвелина обняла его и ушла из игры. Все, можно ему писать. Давайте напишем. Приветик, можешь помочь? Хочу попросить у него совета по поводу внешности. Я надеюсь, он не откажется. Привет. Чем? Не знаю, какую внешность выбрать. Какую прическу, какие глаза. Возможно, ты сможешь мне посоветовать. Почему бы нет? А как я тебе помогу? И ты сейчас отлично выглядишь. Он мне сделал комплимент. Ну, спасибо за комплимент. Не сказать, что я отлично выгляжу. Я выгляжу очень даже подозрительно. Напишем, просто посоветуешь. Че ж у меня все слитно пишется-то? Вот, просто посоветуешь, что там мне больше подойдет. Какие-нибудь прически сейчас поменяем, ему покажем. Может, прикалемся, какие-нибудь выберем гигантские. Ну, давай попробуем. Он согласился помочь выбрать мне внешность. Отлично. Что можно себе подобрать? Например, за 760 серебра коричневого цвета. Вот. Ой, только у меня не видно эти волосы под париком. Сейчас я быстренько сниму парик. Отлично. Сохранить. Ну, стилист, ты че меня так пугаешь? Первая прическа. Готово. Смотри, давай, я цениваю. Как тебе моя первая прическа? В парике красивее, если честно. Спасибо за правду. Я с ним согласна. В парике было лучше. Но мы сейчас что-нибудь еще выберем. Слушайте, давайте вот за 690 серебра купим. Не будем с вами долго думать. Мы же просто выбираем рандомные прически сейчас. Вот. Это вторая будет прическа. А чем тебе парик не нравится? И какая была самая первая, кстати? Точно. Он же не видел мою самую первую прическу, которая свадебная. Ой, и хорошо, что не видел то, что у меня была свадебная прическа. А то какие-то сразу новые вопросы появятся. Ты замужем? Нет. Нам не надо, чтобы он знал, что я была замужем. Или вообще, что у меня была свадебная прическа. Напишем поэтому, чтобы была просто обычная прическа. Хочется чего-то интересного. Вот как расценивать эти две буквы? Давайте на десерт выберем какую-нибудь самую лучшую. Предположим, за 920 серебра. Третья прическа готова. Если хочешь необычную, то это самое то. Так, я не поняла, что ты имеешь против этой прически? Такие прически я вообще не видел даже. Что не так с этой прической? Ребят, что не так с этой прической? Ну ладно, класс, спасибо большое. За помощь. Напишем ему, что меня зовут, например, Диана. Меня зовут Диана. Детектив Диана в деле. Эльдар. Смотрите, какая отличная подкатка. Вот учитесь, девочки, кто хочет познакомиться с парнем. Вам на заметку. Заходите в салон красоты, просите помощи вам, помочь с внешностью. И так вот незаметно. Познакомитесь. Но главное, чтобы этот человек не был уже в отношениях. Мы-то знаем, что Эльдар уже в отношениях. Я собираюсь ему сейчас предложить поиграть, провести со мной время. Походить по событиям. Почему бы и нет? Все, Эльдар согласился. Я ненадолго прервусь. Буду сейчас вот с ним ходить по событиям. Узнаю его немножко получше. Короче, втираться к нему в доверие. Сделаю пару скринов, которые успею, если не забуду, сделать за весь день. И назначу встречу на вечер. Ну что, котики, всем добрый вечер. На часах 7 часов вечера. Даже уже полвосьмого. Я пока что спрячу Ювелину за этого зайца. И уже личные, самые провокационные вопросы я оставила под вечер. Задам ему сейчас вот на встрече. Она должна состояться минут через 10. Я провела с Эльдаром целый день. Походили по событиям. Потусили в клубе. Он угощал меня коктейлем. Я тоже его угощала. Чтобы втираться в доверие. Показать, какая я богатая. Провоцировать его, короче, на подарки. Ведь, по словам Эвелины, она чувствует, что он встречается с ней ради подарков. Поэтому и подкупать мы его будем тоже подарками. Могу сказать, что мальчик хороший. Вот по общению он адекватный. Он приятный. Не хамит, не грубит. Никому вообще не хамил. Мы даже были на каких-то стычках. И меня, кстати, одна девочка узнала по комфорту. Она мне личные сообщения написала. Ты, Джозефина? Я спросила, я как-то узнала. Ну, потому что у всех есть 11 уровень. И такое вот число комфорта имиджа. Это было безумно приятно и неожиданно. Спасибо большое, что она не спалила его. Но она, наверное, не поняла то, что я на миссии. То, что я детектив сегодня. Привет, если ты смотришь этот ролик. Ребят, как жизненно выглядит мой аватар. Я выгляжу примерно так же каждое утро, когда пытаюсь расчесать свои волосы. Все, внимание, ребят. Ильдар подошел. Я аж испугалась. Он так внезапно пришел. Ждем его реакции на эту комнату. Просто офигеть. Капс им написал. Просто офигеть. И я не случайно включил Капса. Я уж думала случайно. случайно здесь начал на меня орать. Как? Спокойствие. Только спокойствие. Ребят, какая у вас была реакция, когда вы увидели вот эту вот комнату? Ты ведь не против? Но он уже здесь сам хозяин. Хозяин-барин пришел. Залезай. Залезай уже. Включил. Распользуйся. Посмотрим, как он играет. Ну, в принципе, его реакция нормальная. Я же позвала его в гости под предлогом оценить новую комнату. Я готова здесь жить. Все, ребят, новый житель в моем доме. То Люська в моей ванне моется, то теперь, ребят, парень будет здесь играть. Акция еще не закончилась. У тебя есть все шансы построить такую же комнату. Смотивируем его. Может быть. А с какого раза зайца выбила? Честно, я не помню. Просто крутила. Напишем ему то, что я точно не помню, как мне достался, как мне выпал этот заяц. Но каждый день понемногу, понемножку я вот и добилась своего. Понятно. Блин, пошел греть руки. Замерзли руки аж от волнения. Не сожги их там. Слушай, а ты его не можешь мне продать? Что это за продажи? Нет, я не хочу его сейчас продавать. Я вообще его либо разыграю, либо он здесь и будет жить вместе с Симеоном и остальными зайцами. Это же памятная вещь. Обменять стоясь на что угодно. Да я поняла, что продать это и есть обменять. Или он вообще реальную валюту имел в виду? Нет, конечно же нет. Пока что нет. Или не надо ему так отвечать. Но напишем, хочу еще полюбоваться новинкой. Не будем его оставлять без надежды. Надежда должна жить. И добавим, может я еще выпью? И тогда вообще подарю. Тогда я тебе бесплатно его отдам. Что это? Правда? Я напишу то, что без проблем. Друзьям дарю подарки. У меня одинаковые предметы попадают. Я их отдаю. Ну вы знаете, по типу чашек. У меня 10 чашек скопилось. Естественно я могу их подарить. Мне не жалко, зачем мне это 10 чашек. Я так и делаю. А мне сейчас можно что-нибудь передать? Посмотрите, как же подарки от меня требует. Только один день знакомы. Напишем пока что ничего. Вон, завтра покручу только. Завтра буду снова крутить пиньят. И посмотрим, дождется ли он до завтрашнего дня. Хотя я думаю, до завтра уже не будет нас. Никаких наших отношений. Слушай, а у тебя есть парень? Он спрашивает, есть ли у меня парень. И почему я удивляюсь? Интересный вопрос. Я бы даже сказала с намеком. А что ты намекаешь? Там есть ли у меня парень? Почему он это спрашивает? У тебя же есть девушка. Ну, может быть, просто интересно узнать. Ну, что ну-то? Ребят, вы тоже об этом подумали? Или я одна об этом подумала, как девочка? Просто интересно. Да ладно, просто интересно. Есть ли у меня парень? Девочки, пожалуйста, напишите в комментариях, вот когда у вас или у кого-то спрашивают, есть ли у тебя парень. Вы сразу вот думаете, он спрашивает это с целью? С какой-то целью. Или он просто из интереса это спрашивает. Вот мне кажется, что всегда какой-то подвох в этом да есть. А был, прости за вопросы такие. Напишем, да. Да, но он ушел из игры. Ушел чистить картошку и не вернулся. Кто-то слышал то, что он в сумке Люси. Кто-то видел его на кухне. Но я пока что нет, ничего не слышала. Это грустно. Тут будет, кстати, встречный вопрос. У тебя-то есть девушка? Ну, такое. Я общаюсь с кем-то. Ты знаешь, парней тут хватают. Я представляю, идет такой парень в кафе, девочка быстро его хватает и сажает за стол. Будешь у меня здесь есть тортик. Короче, я свободен. И смеется. Ой, как смешно, свободный он. А кто за зайцем сидит? Он-то никого не видит. За зайцем девочка сидит и плачет. Вот как не стыдно, свободный. А ведь он сделал ей предложение. Мне кажется, я только что это сделал. Только что он нашел свою единственную. Классно. А мне так не показалось. Мне показалось, ты нашел себе только неприятности. Но знаю, я не топовец и вряд ли тебе буду полезен. У меня у одной нет такого вот включения судить человека по цифрам. Тогда можем продолжить общение. И если все ложится, ложится. То что то это. Сейчас Эвелина будет выходить, она мне уже пишет. Давайте намекнем ему на свадьбу, что в принципе я бы и на днях уже не против свадьбы сыграть. Просто давно хочу свадебную одежду купить. Интересно, сделает ли он мне сейчас предложение? Это можно. Да все, завалил проверку пацан. Не позорься уже. Эвелина, выходи, пожалуйста. Выходи. Хватит меня мучить. Я не могу на него смотреть. Давай только завтра. Я задоначу утром. Готов завтра со мной сыграть свадьбу. Интересно, они еще хотя бы в приятелях с Эвелиной. Все, Эвелина вышла. Сейчас начнется бомба. И что это значит? Ребят, и смешно, и грустно. И смешно, и грустно. О, привет. Он вообще понял то, что она сидела здесь в этой комнате. Мне кажется, он даже не понял этого. Ты же меня замуж звал. Да, он ее утром... О, а куда он ушел? Подождите, он ушел. Из сети вышел. Ребят, сбежал пацан, испугался. Мне кажется, он даже не понял то, что здесь была Эвелина, пряталась за зайцем. А просто пришла внезапно. Я в шоке. Я уверена, ты найдешь себе верного и надежного человека среди моих зрителей. Кстати, если хотите, чтобы я сняла продолжение и помогла Эвелине найти ей парня, Тоже, пожалуйста, поддержите идею лайком, ребят. А я буду заканчивать это видео. Вот такая проверка получилась. Парень ее завалил. Берегите себя. Я вас их очень сильно люблю. Всем удачи. Всем пока.